Здравствуйте! Сегодня я хочу вас ознакомить, наверное, с пирогом, из тех пирогов, которые я больше всего предпочитаю. Пирог со шпинатом. Ну, в данном случае я сегодня буду добавлять сыр, но так как мои домочадцы не очень его пользуются, я добавляю туда сыр. А так можно и без сыра. Вот. Что нам нужно? Нам нужен шпинат. Я ее вчера брала, перебрали, помыли и порезали. Порезали. Именно они в блендером измельчили. Сюда я добавляю, буквально рукой беру, помешиваю и, ну, каждый вот поймете, сколько вам хочется. Больше, меньше. Тут уже каждый, вот, для себя выберите. Наверное, я сыр добавлю. Все, что вот натерла. А натерла я граммов 300 сыра. Помешиваем. Да, естественно, добавляем и соль. Ну, солью не переборщите. И все. Начинка, считайте, готова. Помешали. Хорошенько. 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 Тесто у меня самое простое, дрожжевое. И на хлеб, ну и дополнительно на пирог. Тоже можно с этого же залепить. Беру и разделяю. Беру и разделяю. Вот у нас один пирог, второй пирог и двое хлебушек. Это накрываем, а это раскатываем. Сначала раскатываю верхнюю часть, а потом нижнюю. А за это время духовку включайте на 180 градусов. И накладываем в стол. Прошу прощения, я беру рукой к воду. Мне так легче ориентироваться. Так. 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 Берем. Берем. Тут у нас маленькая. Руками чуть-чуть ее вот так в руках покрутили и положили. Она не такая же большая, как нижняя. Теперь начинаем. Берем, пальцем помогаем и защипываем. Не торопись, чтобы понятна была технология. КОПС-СОБАham- ГОВОРИТА현 СК-СОПОЙТЕКО КОПСОБАТЕМ大的iceя, просто классно?! Спасибо. И получается у нас пирог. Готовим. У нас должна быть готовая форма. И кладем. Естественно, не забываем смазать форму. И вот тут я обычно не беру ножницами. Можно и ножницами аккуратно. И делаю вот такую маленькую дырочку, чтобы воздух... Чтобы пирог не лопался. И отправляем в духовку. Сейчас я отберу. Все. И готово. Порежем. Что же у нас получилось? Так. Нежная. ароматная видно, да? что я это нажму? ну вот надо дать ей чуть-чуть остыть и то это будет очень горячо и не то, а если дадите хотя бы минут 15 отдохнуть в итоге будет вот такая вкуснотинь ну, тут не надо говорить, тут надо есть попробуйте я думаю, вам очень понравится вот и хлеб я приготовила вот, хрустящее давай я ее отрежу покажу, мягкое ну вот смотри а это горячо еще спасибо 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 спасибо